Какие студенты учатся лучше? Кто меньше нарушает устав и распорядок университета? Ответы на эти и другие вопросы решаются на круглом столе, где встречаются послы из Содружественных государств и представители РУДН. Дипломаты из Ближнего Востока и Северной Африки посетили Российский университет дружбы народов, чтобы обсудить итоги за прошедший год и успехи своих студентов. Сегодня будет конференция о том, что студенты, которые приезжают, какие проблемы возникают у них и какие-то советы можно их предлагать студентам. Наши студенты учатся здесь давно как основатели университета дружбы народов в 60-м году. У нас выпускники сейчас занимаются в имени большой пост и они хотят уже вернуться сюда, посмотреть на университет. Как отметила Лариса Ефремова, проректор по международной академической мобильности, вузы арабских стран находятся на хорошем уровне. Они сами способны обучать бакалавров. В то же время есть бакалавры, отучившиеся как в России, так и в других европейских странах. Сотрудничество между нашими странами происходит на международном уровне, образовательном и научном. По мнению проректора, необходимо делать акцент на магистратуру, аспирантуру и ординатуру. Университет всегда нам идет навстречу проблемам студентов, которые возникают. Лариса Ивановна Ефремова очень помогает, как начальник международного отдела, она очень помогает нашим студентам. И она идет навстречу, когда мы обращаемся как посолцы зарубежных стран. Также в ходе обсуждений выяснилось, что Российские университеты дружбы народов создают условия для того, чтобы сроки обучения соответствовали тем требованиям, которые есть в странах-партнерах. Телевидение РУДН. Новости.